Михайловского театра об успехе Жанны Агалакова. В Нью-Йорк Михайловский театр всё своё привёз с собой. Оркестр, четыре контейнера декораций, полторы сотни артистов, только четверомогих статистов нашли на месте. Две роскошные русские борзые, длинные родословные, чемпионские титулы и, самое главное, многолетняя безупречная театральная карьера. Они настолько привыкли выступать, что когда слышат музыку, уже начинают вставать в позы и знают, что их ждёт сцена. Михайловский театр, несмотря на свою почти двухвековую историю, в Америке не выступал никогда. Премьерная гастроли открывается «Жизелью» в постановке Никита Долгушина. И хотя удивить американцев этим балетом сложно, гастролёры уверены, их постановка стоит особняком. У нас спектакль приближен к оригинальной версии. И, как видите, у нас животные на сцене, собачки настоящие, так, как это было в парижской продукции оригинальной. Мы вообще стремимся делать всё по-настоящему. При всей условности балета здесь все персонажи живые, дышащие и даже как будто говорящие. Во всяком случае, Леонид Сарафанов придумал для своего героя несколько реприк. Ко мне подходит «Жизель», и когда она пытается заглянуть в мои глаза, я пытаюсь повернуть мою голову, я отпускаю её руки и говорю, не надо меня позорить при всех. Вот я это говорю, так отвернись, пожалуйста, что ты делаешь. Наталья Осипова умеет зависать в воздухе во время прыжка. Сцена в Линкольн-центре больше родной Питерской, есть где развернуться. Балерина танцевала «Жизель» в разных постановках, но эта версия её любимая. Эта редакция, не знаю, вот одно слово уютное, как-то, не знаю, мне хочется назвать. Здесь очень всё, как бы, очень классично, но не сладко, непритерно, как иногда бывает в классических спектаклях. В Америке Осипову знают и любят. Самые преданные ездят за ней по всему миру. Я видела её в Лондоне 10 дней назад, и вот теперь сюда приехала, чтобы посмотреть. Великая танцовщица и замечательная постановка. Тут столько деталей, такие мелочи, но именно они делают историю по-настоящему драматическую. Кроме «Жизели» Михаиловский театр привёз в Америку Дон Кихота, несколько однаковых балетов и абсолютную для Нью-Йорка новинку – «Пламя Парижа» – балета Великой Французской революции. Скажем, американские зрители очень хорошо знают знаменитые ПДД из балета «Пламя Парижа», но вот такой спектакль в той своей оригинальной версии, в какой он был поставлен в своё время в Большом театре, театр нью-йоркцы увидят впервые. Билеты на спектакль распроданы месяц назад. Для театра, которого в Америке не видели никогда, это редчайший случай. Первое выступление завершилось 15-минутной овацией. Зановость приходилось поднимать пять раз. Балетная труппа Михайловского театра очень молодая, несмотря на то, что сам театр уже отпраздновал своё 180-летие. Она заставила между тем потесниться великих, Большой и Мариинку, заслужив в прошлом году в Лондоне титул лучшей зарубежной балетной компании. Этот титул театр намерен подтвердить и в Нью-Йорке. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Первый канал, Саша.